всем привет дорогие друзья добро пожаловать ко мне на канал ну что продолжаем наши эксперименты я решила попробовать нарисовать цветок с помощью вот такого жгута я взяла отрезала жгут померила его по размеру моего холста его распределила на три равные нити и на поднос нанесла большое количество краски предварительно на сам холст я нанесла черную краску сейчас вы видите как я собственно оперативно подготовила свой жгут я не разбавляла краску в этом есть определенные сложности очень сложно когда мы смотрим как это делает кто-то они не раскрывают самых главных секретов мы просто видим финальный штрих когда берут цепь или нить или еще что-то да с подручные какие-то такие средства и значит проводит и получаются фантастически красивый такой смазанный либо лепесток у цветка либо это там крыло у бабочки ну и так далее полет фантазии большой но самое главное это собственно концентрация акрила с которым вы работаете и тут конечно поле для экспериментов велико я достаточно жирным слоем нанесла сам фон черный могу сказать что до сих пор пока не понимаю каким образом добывая такой жидкий акрил который прям течет с которым работают техникой например с феном когда сдувают краски и получается тоже очень красивые такие смазанные лепестки или просто разводы абстракция какая-то у нас в продаже такого акрила нет есть вариант просто может быть разбавить вот такой концентрированный акрил да как в тюбиках допустим с со строительной акриловой краской которая предназначена для покраски стен которые вы можете найти в любом строительном магазине все очень сложно вот я начинаю свой эксперимент и по бам смотрите ничего не получается вот вам пожалуйста ожидание реальности и реальность да мой первый моя первая проба я вроде делать все как показано у других все как все говорят говорят как легко давайте вы сейчас прям за секунду научитесь и будете рисовать как я я убираю в сторону в итоге свой вот этот вот жгут и беру нить пряжу это чистая шерсть она опасна тем что она достаточно легко рвется но все-таки она более приятно тем что у нее есть ворсинки которые будут за собой тянуть краску и вы видите ошибку которую я допускаю собственно у меня фон черный фон уже начинает высыхать то есть недостаточно мокрый фон поэтому тяжело идет краска вы видите как я помогаю подмазываю все равно у меня нету того эффекта роскошного красивого залипательного за которым можно наблюдать там более опытных художников поэтому друзьям все это здорово и круто когда показывают в интернете как легко и использовать ту или иную технику секрет заключается в том что реальный способ нанесения красок ну вот вы видите очередная неудача ничего мне не получается я уже снова начинаю фон немножечко делать более влажным чтобы иметь возможность все таки вот этого скольжения легкого но и закончится дальше все это сейчас увидите чем так вот возвращаюсь к своей речи о том что вы видите допустим на других каналах ютюбе в интернете и можете ли вы это повторить не можете как ни крути господа давайте быть честными при всей нашей любви к потрясающим художникам садоводом и так далее так далее самого главного они не раскрывают они показывают чему вы можете научиться но научиться реально вы можете это либо на личных мастер-классах либо на марафонах либо и на онлайн мастер-класса которые они продают только там они говорят какой выбор материала на что они основываются вот пожалуйста ведь все я поняла что у меня ничего не получилось и как это не грустно я просто взяла салфеткой убрала все это и сейчас она я девушка упертая поэтому я продолжаю дальше ставить эксперимент решила добавить еще белой краски и использую ту же самую шерстяную нить и вот смотрите у меня вуаля начинает кое-что получаться не тот богатый эффект как это происходит у асов в области использования этой техники но тем не менее уже ну хоть что-то по сравнению с первыми моими пробами до сделать какие-то листочки и на самом деле в итоге этот цветок получится довольно эффектным красивым и сейчас он уже нашел своего хозяина и несмотря на то что это такой вот до экспериментальный вариант работы тем не менее он уже красиво в рамочке висит и украшает интерьер дома вот так что хочу вам сказать что истинные секреты да какая концентрация краски какие кисти какой холст все эти моменты реально и как это работает и на что надо обратить внимание и в чем секрет они все-таки узнаются из каких-то уже платных ресурсов потому что то что дают бесплатно это очень маленькая толика и либо ты экспериментируешь методом проб и ошибок начинаешь изучать это самостоятельно как это например делаю я либо ты все-таки покупаешь какой-то марафон и продолжаешь учиться уже имея такой возможность диалога до вопрос-ответ это вот вам мой опыт да действительно интернет ресурсы интернет пространство действительно дает нам большой большую возможность познать очень много и увидеть много интересной информации узнать ее и анализировать и сравнить но настоящее искусство настоящий опыт настоящее понимание вопроса вот конкретного предмета который вас интересует это либо ваша экспериментальная работа через пробы ошибки мучения потраченное время выкинутый материал там и так далее либо это непосредственное обучение у этого человека с возможностью диалога как я уже сказала итак смотрите я не такими легкими движениями как это происходит у других художников а добавляя периодически краску пытаясь почувствовать как она идет все таки добиваюсь достаточно эффектного варианта таких лепестков и вот я закончила работу с шерстяной нитью и сейчас уже с помощью кисти и классических приемов рисования живописи я начинаю прорисовывать те детали которые мне бы хотелось бы увидеть в этом в этом цветке то есть я вот сейчас беру сердцевину видите более ярко отчетливо делаю я хочу отделить каждый ну не каждый но хотя бы основные листы друг от друга чтобы все таки было видно чтобы была некая глубина чтоб рисунок не был слишком плоским поэтому я работаю в основном черным цветом черным не то чтобы черным а беру просто красный и там же у меня есть на фоне черный поэтому там он естественно имеет возможность просвечивать и в основном белым высвечиваю то есть разные оттенки используемого мною розового белый чтобы подчеркнуть глубину листочков надеюсь что мое видео вам полезно если у вас возникают вопросы о том как вообще работать с информацией вот увидите я использую черный до для того чтобы прорисовать тени как вообще работать с информацией которую мы получаем в интернете частности в ютюбе и чем она может быть все таки полезной и как ее воспринимать потому что все на поверку не так просто как нам пытаются представить и показать различные мастера блогеры художники и декораторы и так далее но а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok